Сегодняшняя тема. Макромастия, непропорционально большой размер груди, довольно частое явление. Иногда оно связано с лишним весом, а в некоторых случаях это следствие индивидуальных особенностей строения тела. Часто макромастия связана с физическим дискомфортом, мало того, что обладательницам слишком большой груди сложно подобрать удобное и красивое белье, гипертрофированная грудь часто оказывает серьезное воздействие на позвоночник, становясь причиной болей в спине и плечах, а также различных болезней молочных желез и появление опрелости и дерматита в подгрудных складках. Слишком большой вес бюста заставляет его обладательницу сутулиться и ведет к появлению сколиоза. Поэтому макромастия – одна из тех проблем, при которых показано хирургическое вмешательство не только по эстетическим причинам, пластическая операция в данном случае – единственное решение проблемы, поскольку добиться существенного уменьшения размера груди косметическими средствами, к сожалению, невозможно. Редукционная маммопластика или мамморедукция – это удаление излишков жировой, железистой и кожной тканей молочной железы. Редукционная маммопластика подразумевает не только уменьшение груди, но и придание ей более эстетичной формы, а также уменьшение и перемещение в нужное положение соска и орелолы. Одним словом, редукционная маммопластика – для тех, кто хотел бы не только уменьшить грудь, но и сделать ее более красивой и подтянутой. Показания для проведения редукционной маммопластики. Гипертрофированная грудь – слишком большая, непропорциональная относительно других частей тела. Это – не только эстетическое показание, поскольку чрезмерно большая и тяжелая грудь может повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем. Так называемая жировая гетеротрофия молочных желез часто развивается у женщин после родов. Асимметричная грудь – ярко выраженная асимметрия, различная форма или размер молочных желез, различающаяся форма сосков. Гинекомастия. Редукционная маммопластика иногда нужна также мужчинам, например, в случае развития у них железистой гипертрофии молочных желез, гинекомастии, в результате гормональных нарушений. В этом случае пластической операции обязательно должно предшествовать гормональное лечение. Подготовка к операции и противопоказания. Любой пластической операции обязательно должна предшествовать очная консультация пластического хирурга, на которой доктор должен оценить состояние кожи груди и определить наличие показаний к операции. На очной консультации хирург обсуждаются желаемые размеры форму груди, после чего принимается оптимальное решение о том, какие именно процедуры будут проводиться в данном случае. На подготовительном этапе необходимо собрать все анализы, а также сделать УЗИ молочных желез и проконсультироваться у маммолога для выявления отсутствия противопоказаний к маммопластике. В некоторых случаях требуется консультация эндокринолога, когда налицо гормональные нарушения. Помимо общих противопоказаний к проведению пластической операции, редукционная маммопластика противопоказана также при воспалительных процессах на коже груди, отсутствии явно показанного гормонального лечения при явных гормональных нарушениях. Иными словами, если в результате гормональных нарушений у мужчины начинает расти грудь, и он при этом не принимает гормональные препараты для того чтобы остановить рост молочных желез, операция бессмысленна, поскольку без соответствующей терапии грудь будет продолжать расти. Как проходит операция? Непосредственно перед операцией производятся замеры, а на грудь наносится разметка. Операция проводится под общей анестезией, размеры расположения надрезов мы определяем, руководствуясь исходным размером груди и желаемым результатом, но в целом величина и расположение надрезов зависит от общего объема лишней ткани. Редукционная маммопластика проводится под общей анестезией, операция длится около 3-4 часов. В большинстве случаев, выполняется три варианта разрезов, вокруг ореолы, вокруг ореолы и вертикальной до поджелезистой складки, вокруг ореолы вертикальной и по поджелезистой складке, якорный разрез. Через эти разрезы удаляются излишки кожной, жировой и железистой ткани, ореолы корректируются, а кожа подтягивается под них и на нее накладываются швы. В раны ставятся дренажи, через которые удаляются излишки жидкости. Дренажи удаляются на второй-третий день после операции. Выписка из стационара производится на следующий день или через день после маммопластики, в зависимости от самочувствия пациента. Рубцы от швов располагаются вокруг ореолы, вертикально по центру от нижнего края ореолы до поджелезистой складки и в самой поджелезистой складке. Чаще всего они незаметны, а через полгода после операции можно максимально осветлить рубцовую ткань средствами аппаратной косметологии. После редукционной маммопластики, результат операции ощущается практически сразу, дискомфорт, который был вызван излишним весом бюста, исчезнет, а со временем, в среднем, через 4,5-6 месяцев после операции, вы сполна сможете насладиться и эстетическим эффектом. В реабилитационный период ношение компрессионного белья не обязательно, я рекомендую носить обычное белье без косточек. Также рекомендую воздержаться от приема тепловых и солнечных ванн, посещения сауны соляриев. На прием нужно показаться через один месяц после операции, это плановый осмотр. А при необходимости осмотров может быть столько, сколько потребуется в конкретном случае. Обратите внимание, что пластическую операцию по уменьшению груди, как и любую другую маммопластику, рекомендуется проводить не ранее, чем через год после окончания грудного вскармливания, и запрещено проводить во время беременности и лактации. После проведения маммопластики способность к лактации сохраняется, однако следует также учесть, что беременность и лактация наверняка снова изменят форму груди, и потребуется повторная операция. Также рекомендуется проводить маммопластику по окончании курса снижения веса, поскольку Кооперация, сделанная до момента окончания курса, может не дать желаемых результатов, в процессе дальнейшего снижения веса грудь может снова потерять форму, созданную пластическим хирургом.